Вот такой вот будет курс высшего образования для тех, кто не получил технического образования из разряда 3-4 курс физхимии Так вот о чем мы сейчас будем говорить, мы будем говорить, что такое энтропия Энтропия это беспорядочная система, мы пытаемся с ней бороться, у нас ничего не получается Хотя и надо кое-что получается, но что же касаемо энтропии в наших энергосистемах Давайте определимся, то есть рано или поздно лампочки сгорают, рано или поздно если мы подцепили хороший сварочный аппарат, но не сделав нормальной проводки у нас уже начинается обугление даже медного провода Но рано или поздно нас могут затопить соседи, это отдельная тема То бишь, когда мы говорим о тех вещах, с которыми мы работаем, без разницы Может быть это электро, может быть это газовые щечки, может быть это водопроводные Все это рано или поздно кончится Но к нашему большему счастью водопровод будет простоять как можно дольше, а вот с электричеством проблемы возникают То есть лампочки сгорают, все остальное тоже самое И возникает дивный вопрос, где бы все это дело можно было бы купить, да так чтобы сильно не задорого То я вам предлагаю заехать туда, хотя в принципе вы должны понимать место, с которым мы работаем Электросила, она располагается здесь на Комсомольской 17 и еще на вокзальной Зайдем посмотрим, потому что вы видите, люди уже сюда идут Наверное это природе и нужно, мы каким-то образом перестраиваемся, но мера беспорядочности, а это и есть наша суть Конечно все ломается, да вы посмотрите на ранее интересные, а теперь никому не нужные дома И часть нашей жизни это работа на наше благо, надо чтобы наше благо не стоило космос Теперь о электричестве Мы его изобрели и без электричества нам не существовать Теперь вопрос простой, ни я, ни вы уже не обладаем тем, что было в 2007 году Я имею ввиду бабок, столько, много, раньше было Но век не стоит на месте и сегодня и сейчас за что платить то За аренду не хочется это делать, электросила не платит Ну немножко платит, но работает как мегастольный Китай, продает много и не втирает цены И с этой мыслью мы зашли в подразделение на Комсомольской 17 Так вот, собственно говоря, никуда ехать далеко и не надо Братите внимание, сколько людей за моей спиной Потому что все понимают, что как бы ценники здесь идеальные То есть, ну давайте все-таки определимся, что человек не собирается накручивать на вас деньги Нет, не надо, они хорошо живут и делают это исключительно для вас То есть никаких вот таких космических цен нету Люди также покупают то, что сломалось или что-то нужно переделать Потому что без этого и вещь наша жизненная не получается никоим-то боком Да-да-да-да-да-да-да То есть, кто-то ремонтирует, а у кого-то просто это дело случилось И куда мы идем? Мы приходим в электросилу, потому что здесь ценники абсолютно нормальные Пожалуйста, вы же на неплохой машине приехали сюда, да? Да, не Но все равно приятно, да? А почему сюда приехали? Потому что близко к дому А ценники? Нормально Но все равно, да? Приятно, что можно здесь что-то купить Хороший магазин А почему я здесь? А потому что вот здесь на Комсомольской 17 есть практически все А даже если что-то нету, то все равно можно найти Вот здесь всякие нужные, очень хорошие электроинструменты Взять, к примеру, переносная гаражная светодиодная лампочка Да-да-да-да-да То есть туда вкручивать уже ничего не надо, она отдельно сделанная То есть вот такая лампочка, даже если что-то там случится, она вас никогда током не ударит Потому что напряжение на светодиодах, оно не сильно-то и большое, если честно Вот так вот То есть интересная тема Все остальное то, что касаемо дальнейших условий эксплуатации вашего оборудования Все есть здесь Потому что, да потому что даже если вам необходимо будет что-то покосить Да, есть еще и леска Есть еще и леска, вы еще можете дырки сделать где, да где угодно Хотите в бетоне, вот пожалуйста, буры Хотите в... Если у вас хороший дом, сделан из СИП-панели, естественно Там буров-то и не надо Там все пилится обыкновенным хорошим качественным сверлом И этих сверлом здесь вот Как и тех вещей, которые просто необходимы для того, кто построит свой дом Ну допустим, вы же на крыше не будете ничем лазить, когда у вас есть замечательные насадки магнитные То есть взяли насадку магнитную, воткнули в ее дрель и сверлили Вот эта тема весьма интересная, тоже здесь есть Ну вообще-то вот мимо этого я даже пройти не могу Потому что я каждый раз, когда сюда прихожу, у меня всегда возникает дивное желание что-то купить Я, если честно, это делаю, потому что это нужно Потому что я хочу делать качественный электроремонт дома И не только электроремонт, между прочим Необходимо электричество, да? Небольшое Звонок, звонок, да? Беспроводной, да А есть же он здесь? Да, конечно, вот он, я уже сейчас буду проверять это дело И поставить его домой, да? И поставить его домой, да? А на каком расстоянии он работает примерно? Ну пишет 85 метров Так для дома вполне достаточно? Да, да, у нас еще меньше будет Для дома Для дома? Но все равно можно понимать, да? Или лампы стандартные, или светодиодные Выгоднее светодиодные же? Конечно А почему мы приходим сюда, вы легко-красиво? За звонком мы сейчас поставим Ну, не знаю, как-то рядом удобнее получается А цены? Цены хорошие Вы посмотрели, что это такое? Светодиоды и лампочки неинтересные, да, Вит? Да Просто у меня возникает дивный вопрос Я сейчас себе в машину светодиодные лампочки поставил Правда, я купил их не здесь Можно было купить по другому месту Ну да ладно То есть саму эффектность освещения светодиода Но в разы выше И самое главное, что он не ждет столько электроэнергии, правильно? Да, да, конечно Вы сейчас ставите такие лампочки на данной работе? Да А эти лампочки где покупаете? Ну вот, это сила Сейчас я ржать буду, да не могу, понимаете? Как я люблю ту самую Турцию, да, 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 я ее просто люблю Она мне нравится, естественно Я, правда, там был очень-очень много раз И мне говорят, может быть, опять туда Я говорю, ребят, ну, наверное, хватит Но когда я приземляюсь в этой дивной Турции Я что-то не доезжаю, о чем идет речь Потому что я в связи с моей болячкой туда летал, естественно, круглый год И вот дивный вопрос То есть когда я приземляюсь в Анталии Все начинают скулить Что почему-то у них электричество они пережигают Может быть, так оно и есть Но одновременно с этим вот тут колбас То есть вся Анталия в обыкновенных лампочках Накаливания, естественно Что такое лампочки накаливания? Лампочки накаливания пережигают ваше электричество Да, естественно КПД лампочки накаливания всего 30% Все остальное это нагрев Представляете, да? Сколько там они жрут И вместо того, чтобы всю Анталию Да и вообще все это анталийское побережье От Алании до Кемера Да и дальше Перевести на светодиодное освещение Представляете, сколько? То есть одна светодиодная лампочка Жрет, во-первых, в 4 раза меньше электричества А может быть, еще и дешевле Потому что есть светодиодные лампочки О, самые любимые 17 Вт Эти 17 Вт, которые на R80 Что мне и нужно было, естественно Потому что у меня так же светодиод сгорает Я купил здесь Новые лампочки, изумительные 17 Вт Стандартная лампочка идет 150 Вт Представляете разницу В 10 раз В 10 раз Поставили все И все А уже экономленное электричество Пустили на обогрев Ох, они тупые Я серьезно говорю Почему-то не делается Я чуть не доезжаю Тема-то весьма интересная И тогда по электричеству Вы попадаете на ваше удовольствие То бишь Если все это дело Перемножив На количество населения Разделив На количество населения Живущих То, извините Подвиньтесь Можно было бы сократить Расходы на электрическом А то так там получается Что небольшая часть населения Этой Скажем так Ну, зоны Крайнего типа Юга Ну, субтропики Это только субтропики Потому что тропики Начинаются в другом месте Так они зимой Попадают на бабки Представляете Зимой каждый год Они вытрачивают Полторы штуки баксов Вот зачем? Вот зачем? Я не понимаю О чем идет речь Хотя можно было Тратить 300 долларов Просто перевести все На светодиодное освещение И тогда все станет Вообще как бы интереснее Ну, да ладно То бишь Мне говорят Что это стоит Бешеных денег Я не буду говорить Что стоит все это Бешеных денег То есть В некоторых случаях Иногда такое случается Что кто-то Хочет платить деньги И покупает С мыгновенной Лампочки накаливания Да Уже мы не будем говорить Хотя есть вещи Которые работают Они чуть-чуть больше Чем светодиодные Лампы электричества Ну, так вот Они хотят Чтобы все горело Да, есть Есть Не проблема Пожалуйста Любые варианты Но есть и качественный вариант Который все сейчас берут Потому что А вы даже не представляете Сколько мы платим За электричество То бишь Я сейчас Переставил все это делать То есть У меня светодиодные Лампочки стоят Везде и всюду И по сути событий Я столько не плачу Я не плачу столько Нашему дивному государству Которое что-то Всех нас Ушибает Мягко так скажем А где эти лампочки беру? Конечно же здесь В электросирии Не только здесь На улице Комсомольской 17 Но еще и на вокзальной Там я тоже поеду И вот мы сейчас Туда и отправимся Сейчас перечислю А вы думаете Есть типа отмазка Я типа на работе И вы мне мозги Не канифольте Такие чудики есть Но у них Свои тараканы И народ к ним Почему-то не ходит Во-первых Что туда ходить Там ценники выше Но что здесь И там Пространство Больше и интереснее А где больше Есть больший объем Но когда объема больше Можно ценники снизить И как вы видели А если использовать телевидение То извините За выгоды в 100 рублей Человек поедет Благо город у нас Небольшой Мне говорят все А я говорю Даже больше чем все Самое забавное Что человек никуда Не собирается убегать Понимаете Он работает просто со мной И мы это дело Работаем Клево Да-да-да-да-да-да То есть Две точки Большие точки Немаленькие точки И там где-то Примерно 200 квадратных Ну и здесь Примерно столько же И все это Заставлено Всем Что нужно Для вашего Электричества Есть буквально Все Большие крупные трубы Есть Да-да-да-да-да-да Проводка Для больших Крупных Изделий Естественно Есть Я Не буду вам говорить Но я взял Замечательный кабель Опять же здесь Сделал себе Такие провода Такими можно Не только мою машину Заводить Там много Что можно делать Заводить Аккуратненько Не торопясь Мы все это дело Распаяли Причем Самые Зажимчики Я также здесь купил Я вам честно скажу Что Таких проводов В городе не существует Они только есть Хотя В принципе Вы так же можете Для себя их взять То есть Берете Качественный Трубопровод В смысле Качественный провод В В чем Естественно Не надо Брать В том Что мерзнет Нет Есть хороший Обрезиненный И спокойненько Паяете Берете Максимальное Количество Есть Здесь И такое Но если Что-то И нету Такого То берете Несколько Проводов И все И все И вы уже Забыли Про слово Подкачка Ну в смысле Прикуривание В смысле Потому что Вы Даже Грузовик Можете Прикурить Вот такие Здесь провода Чтобы было Понятно Маленький Хохмачокс Мы Спрятались И вот вам То Событие Вот 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 Самое Интересное Почему Вы сюда Пришли Мы Заказываем Заказываете А вот Вопрос Другой Обратите Внимание Что сверху Становится Клево Светодиоды Ролят Ролят Я Специально Камеру Опустил На землю И Специально Вам Показывают То Что Есть Сверху А А Если Это Есть Где-то В городе Магнитогорск Я Еще В этом Деле Буду Очень Сильно Сомневаться То Бишь Эти Провода В смысле Эти Светильники Качественные Светодиодные Светильники Помните В начале Сюжета В середине Этого Сюжета Чуть Чуть Раньше Вам Кое-что Показывал Да 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 Как Все Можно Было Поменять Ненавижу Когда Мой Телефон Звонит Так Вот Эти Светильники Вы Ставите Да Они Немножко Другие Хотя С другой Страны По сути События Они Ровно Столько Стоят Сколько Другие Но Экономия Вам Будет В разы Представляете Да Поставили Они Работать Будут Бесконечно Долго Потому Они Сгорают Да А эти Не Сгорают При этом Сейчас Я Вам Немножко Калькуляцию Сообщу Да Стандартный Светильник Вот Так Вот Примерно За месяц Съедает Ровно Такую Штуку Это Которые Светодиодные Которые Апанакаривания Простите Я тюнуш Таколбасин Естественно Здесь Что У нас Здесь Светодиодные Светильнички Та 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 То Бишь Они Вам Оправдаются За месяц Работая Дальше Чистая Экономия Потому Что Дальше Те Светильники Сжирают Электричество А эти Экономят Вы Должны Это Понять А Если Вы Это Дело Не Понимаете То Придите Сюда И Посмотрите Они Прямо Сверху Находятся Здесь На Вокзальной Опять Обратите Внимание Вот Что Надо Делать И В Принципе При Грамотном Освещении Одного Такого Светильника Достаточно Будет Того Чтобы Вы Осветили Что Есть У Вас Рядышком Это Можно Сделать Потому Что Это Делать Необходимо Да Бегать Не Надо И Мы Не Будем Вам Показывать И Советовать Потому Что Есть Мысли И Тема Как Полностью И Дешевле Использовать Электричество Вот Чтобы Вы Знали Си Человек Окончил Энергофак То 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 Использует Свои Знания И Делится С вами Нам Говорят Что У нас Будет Потепление Да Говорят Будет Потепление Что Температура Может Подняться На 15 Град Так Это Уже Было В нашей Истории Было Было Знаете Где Тропические Растения Росли Не Знаете Я Объясню Где В Антарктиде Было Такое То То Не Надо Говорить Что Что Случится Это Случится Рано Или Поздно Мы Это Уже Проходили И Можем Это Сделать По Новой В Отличии От Нормальных Мещей То Человек Не Может Жить На Одном Месте Он Может Перемещаться А Все Хотят Жить На Своем Месте А У Нас Не Удастся То Мы Когда Говорим О Урале Я Еще Раз Говорю Что Даже Если Все Делать Кедрение Растает Мировой Океан Поднимется На 17 Сантиметров Все Остерное Можно Жить Ну Естественно У нас Здесь Будет Красотища Красят Пищи Ну Естественно Это Красотища Надо Освещать Да Да И Пускай Так Оно И Будет Может Быстрее Я Не Знаю О Чем И Речь Мы Думали Что Когда То Не Сегодня Не Сейчас Но Мы Уже Это Дело Проходили Как Будем Где Вот Мы Приехали Сюда На Вокзальную 5 Это Электросила Мимо Нее Проехать Очень Сложно И К слову О том Что В отличии От Комсомольской 17 Где Мы Сейчас Только Что Были Это Заведение Работает И Воскресенье То Есть И Для Воскресенья Вы Можете Купить Хорошие Вещи Где Естественно В